Вопрос. В этом году я совершила паломничество Аль-Киран, вхождение в Ихрам для совершения вместе Умры и Хаджи. Во время моего Хаджи возникли две сложности. По прибытии в Мекку мы не совершили Умру, малое паломничество, а отложили это на восьмой день. Мы проживали вместе с девушками моего возраста. Я была в состоянии Ихрама. Они настояли и наложили мне макияж. Я настойчиво отказывалась, но не потому, что украшение запрещено в состоянии Ихрама, так как я совсем забыла об этом. Для удаления макияжа я использовала крем Нивея. Я не знаю, нужно ли мне что-либо сделать. При этом я совсем не использовала благовония, не пользовалась мылом или что-либо имеющим запах и не совершала ничего запретного, кроме этого. В восьмой день мы вознамерились совершить Умру, но у меня началась менструация. И закончилась она лишь во второй день Ташрика. Дни от Ташрика – это одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый дни месяца Зульхиджа. Примечание переводчика. В первый день бросания камушков в джемрату-ль-Акбе за меня их бросил мой опекун. До совершения тавафу-ль-Ифада мы вышли из состояния Ихрама, что является разрешенным тому, кто совершил Умру. Я совершала хадж-аль-Киран и все еще не совершила Умру, но забыв, я вышла из состояния Ихрама. А после принесла в жертву жертвенное животное. До отъезда из Мекки мои спутники совершили прощальный обход, а я совершила тавафу-ль-Ифада и обряд са'и между холмами Сафа и Маруа с намерением, что это Умра вместе с хаджем. Я совершила эти обряды с прикрытым лицом и в перчатках. После обхода я сняла их. Меня одолевают сомнения в отношении этого. Нужно ли мне совершить что-либо в искуплении? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, паломник, совершающий хадж-аль-Киран, не совершает Умру по прибытии в Мекку. Совершение обхода по прибытии – это желательно, сунна, но не обязательно. После этого паломник, если желает, может совершить бег – са'и, а может отложить его и совершить только после тавафу-ль-Ифада. И этот бег будет достаточным как для хаджа, так и для Умры. Поэтому в том, что вы не совершили ни тавафа, ни са'и по прибытии в Мекку, ничего плохого нет. Но паломник, совершающий хадж-аль-Киран, должен совершить два обхода вокруг Каабы. Первый – это тавафу-ль-Ифада, который совершается после возвращения с Арафата и Аль-Муздалифы. А второй – это прощальный обход, который совершается до выезда из Мекки. Также он может отложить тавафу-ль-Ифада и совершить его только при выезде из Мекки, совмещая тавафу-ль-Ифада и прощальный таваф, как вы это и сделали. Во-вторых, в накладывании женщиной макияжа без запаха ради украшения нет ничего греховного. Запретом является использование благовоний. Поэтому нет греха в том, что вы наложили макияж и использовали крем для его удаления. Но из предосторожности было бы лучше, если бы вы не пользовались кремом, так как он имеет аромат. Однако очевидно, что крем – не благовоние, а женщину, использовавшую ее, нельзя назвать надушенной. В-третьих, если паломник бросил камешки в джамрату-ль-Акаба, укоротил свои волосы, то он считается вышедшим из первого этапа Ихрама, которому разрешается все, кроме полового акта. Он может использовать благовоние и стричь ногти. Для мужчин разрешается облачаться в обычную одежду, которая была запретной на первом этапе Ихрама. Женщине разрешается прикрыть лицо никабом и надевать перчатки. Все это касается любого паломника, совершающего паломничество Алифрат, Ат-Тамат-Тур или Аль-Киран. Слабые люди или женщины при огромном скоплении народа могут поручить бросить вместо них камешки другому человеку. Вы упомянули частичный выход из Ихрама, но не сказали, что подразумевали под этим. Не упомянули, укоротили ли вы волосы или нет. Если вы укоротили их, то вышли из первой стадии Ихрама. В этой стадии паломнику дозволяется все, кроме полового акта. И то, что вы, совершая обход Алифада, были в никабе и в перчатках, является дозволенным. Если же вы не укоротили волосы до совершения обхода, то вы остались в положении полного Ихрама, и вам запрещалось надевать никаб и перчатки во время исполнения обхода. Поэтому вам необходимо совершить искупительное действие, проститься в течение трех дней или накормить шесть бедняков, жителей Мекки, или принести в жертву барана и раздать мясо беднякам, проживающим в Мекке. А Аллаху ведомо лучше.